Всем привет! Меня зовут Соколовская Ирина, агентство Grand House. Продолжаю рассказывать про Пушкин и Павловск, про то, что у нас здесь есть хорошего. А сегодня я хочу рассказать про то, какие у нас здесь есть фитнес-клубы, спортивные секции для взрослых, для детей и все такое прочее. Потому что, вот что меня радует, сейчас, конечно, в моду у нас снова вошел здоровый образ жизни, занятия спортом, все начали следить за своими фигурами. Это, конечно, очень радует и молодежь, и люди постарше, более старшего моего возраста. В общем, все больше и больше, как-то такие, скажем, не очень здоровый образ жизни отходят в сторону, и люди занимаются спортом. В общем, что здесь у нас есть? На удивление, для такого небольшого города, как Пушкин, у нас здесь, я могу сказать, очень неплохой выбор в плане фитнес-клубов и различных секций. То есть, я, например, вот на сегодняшний день хожу сразу в два фитнес-клуба. Значит, это фитнес-клуб Руна, который находится в торговой центре Континент. Не помню точно, как адрес называется, но если интересно, посмотрите. Такая бесплатная реклама о Руне. Почему я хожу в два зала? То есть, вот в Руне мне очень нравится тренажерка. То есть, там такой большой просторный тренажерный зал с большими панорамными окнами. И очень удобно, что как бы люди не толкаются, не пихаются, нет очереди к тренажерам самим. То есть, мне это очень нравится. То есть, там именно вот как-то просторно, комфортно, то есть, приятно заниматься. И даже вот на удивление, иногда в выходной день я прихожу, и людей практически нет. То есть, в основном, там даже больше всего людей как-то, что интересно, по будням, утрам. А по выходным, днём или вечером вообще очень-очень немного народу. Это, конечно, меня тоже радует. В плане групповых занятий, вот я там, не знаю, как-то не нашла себе тренировку, которые бы мне понравились. Поэтому на групповые я хожу в фитнес-клуб Пушкин. Это в центре города Пушкина, получается, рядом с Екатеринским парком. Очень красивое место. Значит, там, получается, поменьше немножечко сам клуб. Почему я не хожу туда, в тренажёрный? Ну, как-то там вот для меня тесновато. Немножко тесновато, как бы дискомфортно. Но там очень классные тренера. Давным-давно ещё, наверное, в 2007 году первый раз я туда попала. Мне очень нравится, они хорошо ведут. Оттуда просто выползаешь, вся измотанная. То есть, и вот, в общем, вот так. А так, в принципе, выбор у нас достаточно большой. То есть, вот по отзывам слышала, что ещё хороший клуб есть в детско-сельском совхозе. Там тоже хвалили, как бы, сам клуб и тренеров. Но там, честно, не было, ничего так подробного не могу сказать. В плане детских, да, то есть, у нас вот для детей огромнейший выбор в Пушкине. Различных секций, различных видов вообще занятий, да. То есть, и единоборство, масса просто различных на любой, в общем-то, вкус и на любой, что главное, в принципе, кошелёк, да. То есть, вы можете найти подходящий клуб и по интересам, как бы, да, и по бюджету. Вот. Это тоже, в общем-то, ну, мне кажется, достаточно неплохо. Когда есть, из чего выбрать. Есть школа Олимпийского резерва у нас в Пушкине, тоже, в общем-то. Есть спортивная гимнастика, есть занятия футболом. То есть, вот, очень большой выбор. И всё, главное, доступно, всё рядышком. То есть, ребёнок совершенно спокойный, если, например, он учится в школе, да, в Пушкине или в Павловске, он совершенно спокойно может дойти пешком. То есть, вот, у меня, например, ребёнок учится в школе в Павловске, и он после школы пешком доходит до спортивного клуба, который находится в Пушкине, но он, как бы, ближе, да, к Павловску уже расположен. Совершенно спокойно доходит пешком со школы, а потом я уже его забираю, приезжаю уже непосредственно у клуба. То есть, очень удобно. Это экономит кучу времени. Но если у вас ребёнок учится в Пушкине, да, там вообще без проблем. Можно дойти до любой спортивной секции. Ну, или даже если вызвать такси ребёнка, у нас настолько недорогое такси, вот если именно в пределах Пушкина и Павловска, да, просто копейки стоят. То есть, тут вообще вот, потому что я знаю, многие мамочки, да, для них проблема, что надо вот ребёнка постоянно куда-то возить, на один, там, на одни занятия, на другие, на третьи. Вот чем удобно жить в нашем районе, в Пушкинском, что всё достаточно близко. То есть, и ребёнок совершенно спокойно может дойти сам. И у нас тоже, что мне нравится, у нас нет такого вот активного движения машин, как в городе. То есть, не так страшно, что ребёнок, даже если он там ещё не очень большой, что он сам после школы, там, пошёл домой или пошёл на какие-то занятия, там, на секции. То есть, у нас, в общем-то, на многих перекрёстках светофоры, то есть, вот это тоже немаловажно. Вот. Единственное, чего у нас, наверное, не хватает, на мой взгляд, это хорошего бассейна, конечно, да. Потому что те, кто вот хочет именно плавать, ну, в основном ездят в фитнес-хаус, который на Полковском шоссе. В принципе, от Пушкина тоже достаточно близко, там, буквально 15-20 минут, и, в общем-то, вы там. Или можно поехать в Коммунар, но в Коммунаре как-то вот я была несколько раз, ну, мне не очень понравилось. Там какой-то немножко такой, ну, простоватый чуть-чуть бассейн, но, с другой стороны, настолько там доступные цены, то есть, там абонемент стоит просто копейки. Людей тоже не так много. В принципе, как бы, ну, всё достаточно неплохо. И ещё немаловажный момент, что вот рядом с абсолютно любым клубом, там, я не знаю, торговым комплексом и так далее, вы совершенно спокойно поставите машину. То есть, не надо беспокоиться, что вы не найдёте места, или что её эвакуируют, или ещё что-то. То есть, в любое время суток, утром, выходные, там, не знаю, вечером, в будни, вы всегда найдёте место. Это тоже очень-очень хорошо. Ну, вот как-то так. Вот, в общем, занимайтесь спортом и переезжайте жить в Пушкин. Я думаю, что вам понравится. Тут действительно очень комфортно, очень удобно. А, ещё самое главное, что у нас же замечательные парки, да, то есть, если вы любите бегать, или там, как вот это называется-то, с палками, да, скандинавская ходьба, пожалуйста. То есть, у нас есть и платные парки, и бесплатные парки. То есть, вы совершенно спокойно можете заниматься спортом вообще там, где вам нравится, и в любое время суток. То есть, я вот, ну, правда, сейчас немножечко, честно сказать, подзабросила, но вот был период в моей жизни, когда я могла себя заставить, но надеюсь, я к этому вернусь. В общем, я отвозила ребёнка в школу с утра и ехала в Павловский парк бегать. Это такая красота, я могу сказать вообще. То есть, утром в Павловском парке, вот, начинать с этого день, птички поют, солнышко светит. Это просто счастье, это сказка. Вот, всё. Хороших вам выходных. Занимайтесь спортом. Пока.